всем привет и ассаляму алейкум на фоне варящейся тыквы спешу вам сообщить что я буду готовить сегодня крымско-татарское блюдо которое называется хану и мы готовим вот такое количество тыквы отвариваем в воде до готовности две луковицы пассируем в растительном масле до золотистого цвета хлебопечки я замешала тесто из пол килограмма где-то 400 пол 400 граммов пол килограмма примерно муки и плюс 200 миллилитров воды примерно где-то пол чайной ложки соли и я добавила столовую ложку растительного масла тесто получилось у нас вот такое вот такой крутизны теперь мы его накроем и дадим немножко постоять пока у нас готовятся остальные ингредиенты тыкву я проварила где-то в течение прокипятила в течение буквально 10 минут до полу готовности не до готовности мы ее будем резать теперь тыкву я буду натирать на терочку можно порезать мелкими брусочками можно тыкву не отваривать можно сырую но я люблю чтобы она была помягче для уверенности скажем так натираем все это на терку на крупную можно порезать тонкими брусочками теперь добавляем к нашей тыкве добавляем лучок и перемешиваем теперь добавим сюда немножко соли по вкусу хочу заметить вот тыква когда немножко проваренной или запеченная она в когда она вот в монтах когда она в лепешках мне кажется немножко мягче вкус получается добавляем перчика черного тоже по вкусу и снова все это перемешиваем теперь я от половине ладоста значит оторвала половинку от теста от нашего и буду его раскатывать в тоненький пласт тесто у нас получилось достаточно крутое но так как она у нас поле она у нас полежала она стала мягким и достаточно поддается хорошо раскатывание и так тесто раскатала где-то один миллиметр два миллиметра толщиной вот смотрите тоненько достаточно и что я его еще и что я еще делаю я немножко потянула его вот так руками вот она достаточно податливая и получился у меня такой достаточно большой пласт вот такой пласт у меня получился вот так она у нас смотрите прямо растягивается тоненько получилось ну конечно можно сынок ну как же я без тебя и и теперь будем выкладывать начинку теперь мухаммад давай мы уберем тебя чуть-чуть да и выложим сюда начинку ну конечно можно теперь мы будем заворачивать наш рулетик да я смотрите края заворачиваю сразу вот так чтобы не было потом супер много тесто в одном месте можно теперь мы все это заворачиваем аккуратненько потому что если тесто тонкое чтобы она не порвалось но если порвется даже в крайнем случае она все равно завернется у вас внутрь старайтесь чтобы тесто хорошо прилегала друг друг чтобы не было пространства пустот выкладываем на смазанную растительным маслом решеточку так и я еще сверху чуть растительным маслом смажу она тогда будет знаете красиво когда она приготовится будет выглядеть более аппетитно все и отправляем теперь на кипящую воду закрываем крышечкой и вот такие ханунки у нас получились я уже порезала на кусочки вот так слои получились тоненькие все сочно как вы видите можно подавать со сметаной можно полить сливочным маслом сверху растопленным что я сейчас сделаю и всем приятного аппетита